Проект строительства ветряных генераторов на Приазовье – важный экзамен для всего нашего региона. Если через два года удастся вместе с немецкой компанией запустить электростанции, это станет доказательством того, что в область можно и нужно вкладывать иностранные инвестиции. В этом уверены руководители Запорожской обл. администрации. Сегодня прошло рабочее совещание всех участников проекта, представителей компании «Юропкейп» и руководителей местной власти. Пока все идет по плану. Есть совместный проект на 190 ветряных генераторов. Скоро должны оформить землеотвод в районе села Дунаевка в Приазовском районе. Но немецкая сторона, готовая вложить в это дело 650 миллионов евро, заявляет, выделенной площади может не хватить, надо больше. Районная власть обещает предоставить дополнительные территории. Сегодня мы говорим об участке, не 170 гектар, который будет отведен под строительство ветряных лесностранств, а несколько большим, о котором мы услышим, исходя из мнений специалистов. В связи с проведенным исследованием на территории Германии и расстановкой ветряных электростанций с целью получения максимального эффекта. Наши немецкие эксперты, они сказали, что нам нужно было бы чуть-чуть больше простор между каждым ветряком. Чуть-чуть по-немецки – около 100 гектар. По словам руководителя компании «Юропкейп», вместо 170, скорее всего, понадобится 250 гектар земли. Начало реализации проекта зарубежная компания считает успешным. Все возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. С бюрократией, коррупцией – то, чего так боятся многие зарубежные инвесторы, по словам представителя немецкой компании, сталкиваться ему пока не приходилось. Никто не требовал этого взятки. Вот с коррупцией приходилось сталкиваться уже в Украине? Это… Большего всего нет. Это, на принципе, этот проект достаточно большой. Каждый день это интересно. Я скажу, это работать здесь не скучно. Появление современных ветряных генераторов на Приазовье станет индикатором для зарубежных инвесторов, уверены в обл администрации. Значит, вкладывать в регион деньги можно и нужно. При этом всех участников процесса первый заместитель губернатора предостерег. Впереди еще много трудностей. Подобные электростанции компания Europe Cape установила во Франции, Соединенных Штатах, Италии и Польше. Примерная дата запуска ветряных генераторов, озвученная на заседании – 2012 год. Прикория курса Прикторным как рынок Прикория пелائнатор Про cav profundisme Прикория производства Прикория использования Продолжение следует...